Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашей эмблеме и нашему девизу «За вожжу хаплаки в мёртвых, разбивая молнии» рассказываем о самых интересных ситуациях, когда вас могут убить врачи. Они вас убить могут. И часто они это делают на форумах или в чатах. Вот очень часто нам задают вопросы, можно ли лечиться тем или тем, можно ли принимать тот или иной препарат. Вот обратите, пожалуйста, почему я всегда говорю, что я не умею лечить в чате. Я не могу давать сайта в чате. Вот потому, что существуют вот такие вот примеры. Берём форум, спрашивают, совместимы ли флоксетин, возобрал и аторакс. Ну, про возобрал мы сегодня рассказывать не будем. Мы будем говорить про флоксетин и аторакс, про их возможности сочетания. А, конечно же, про возобрал вы прочитать можете. То есть, посмотреть можете. У нас есть специальный плейлист, так, в общем, и называется. Ну, вот пациентка спрашивает, отвечает невролог. Ну, вот эта пациентка спрашивает. Обратите внимание, спрашивает пациентка анонимно. Женщина 43-х лет. Здравствуйте. Пути невролог назначил при панических атаках мигрени и ВСД флоксетин по одной таблетке два раза в день. Аторакс по половинке два раза в день возобрал. Каждый день головные боли, сжатая шаткость. До этого принимал амитрептид на честь панические атаки. Можно ли всё это вместе принимать? К неврологу пока попасть на приём не могу. А состояние ужасное. Принимаю конкор, эндопамид, ларисту и кардиомагнит. Ну, и вот ответ Яблонского Михаила Александровича. Не побоюсь этого слова невролога. Добрый вечер. Странно, что больше доверяете врачу, консультирующему через интернет, а не тому, с кем общались лично. Ну, а, видите, оказывается, это невролог-то недоступен. Что тут странного-то? А назначенные вам препараты вступают во взаимодействие. Но это взаимодействие не требует отмены кого-либо из них. Я так не лечу, но не стал бы отменять такую схему. Видите, какая хорошая позиция. Сам я по странакам не читал, но скажу. Итак, в чём тут дело и почему надо печалиться? Почему дело очень и очень страшное? Ну, потому что гидроксизин является препаратом, который угнетает работу так называемых калиевых каналов. А калиевый канал очень полезен. Активаторы этих калиевых каналов используются в кардиологии, потому что если активировать калиевые каналы, то снижается потребность кислорода в миокарде, улучшается кровоснабжение миокарда кислородом, снижается нагрузка на сердце, увеличивается коронарный кровоток, улучшается колотерали. То есть, это фактически выживание человека. Что делает препарат под названием гидроксизин? Поскольку он блокирует эти самые калиевые каналы, он это всё дает. И мы вам рассказывали о том, что этот препарат вызывает удлинение интервала КУТЭ, с возможным последствием которого является внезапная смерть. Рассказывали в подробностях, как это всё происходит. Ну и понятно, что фармацевтическая компания UCB Pharma, которая выпускает Атеракс, она не могла стоять в стороне от этих событий. И, конечно, ещё в 2015 году, вы видите, 7 лет тому назад, больше 7 лет тому назад, выпустила специальное предупреждение, новые ограничения для препаратов, в которых содержится гидроксизин. В чём эти ограничения? Они, в общем-то, очень и очень понятны. Нельзя назначать пациентам, у кого удлинён интервал КУТЭ, которые нельзя назначать тем, у кого есть известный фактор риска для интервала КУТЭ. Чуть позже тоже скажу. У пожилых нельзя. Для взрослых необходимо ограничить дозу суточную 100 миллиграммами. Можете наткнуться на старую инструкцию, там 300 миллиграммов. Не верьте, пожалуйста, старым инструкциям. Просто фирма UCB Pharma не во все инструкции успела за 7 лет внести изменения. Вы же понимаете, что вносить изменения довольно трудно. Надо препарат продавать, а тут ещё какие-то изменения в инструкции вносить. Это всё очень сложно. Во всех источниках, я имею в виду, конечно, в официальную это всё внесено. Ну и обратите внимание, у детей с массой тела до 40 килограмм в максимально суточную дозу не должна превышать 2 миллиграмма на килограмм тела ребёнка в сутки. Родители, я вам очень советую, пожалуйста, заботитесь тем, чтобы под рукой был калькулятор. Ну и самое главное, очень важная рекомендация, что следует применять в наименее эффективной дозе в течение как можно более короткого периода времени. Ну я просто перефразирую, лечить тревогу надо при помощи одной таблетки в течение одного дня. Ну и что мы имеем в виду дальше? Это, конечно же, пожилых людей. Пожилые люди всё равно тянут себе в рот всё что угодно, вы знаете, ничего тут не поделаешь. Если уж такое происходит, противопоказан, но, как говорится, что теперь делать? То главное, не выше 50 миллиграммов пожилых. Ну нельзя с биохимическими нарушениями, там брадикардию, которая вызывает, сейчас я буду говорить о том, почему это всё важно. Ну и фактор риска удлинения интервала КУТЭ, мы об этом несколько раз говорили, сердечно-сосудистые заболевания, внезапная смерть в семейном анамнезе, обязательно должны расспросить человека перед тем, как назначать татаракс. А не умер ли у него кто-то случайно, шёл-шёл на улице, вжёг-упал, и такой диагноз внезапная смерть, или инфаркт миокарда внезапно случился, человек умер. Всё это надо обязательно расспрашивать. Значительный дисбаланс электролитов, одновременное применение с другими препаратами, которые тоже удлиняют интервал КУТЭ. Конечно, многие скажут, да ладно, какое это имеет вообще значение? Старый препарат, хорошее проверенное средство, назначали-назначали. Вы знаете, если честно, я всегда, вот лирическое отступление, всегда удивлялся живучести пациентов. Вот я лично видел, как в клинике Академика Смолевича экспериментировали над больными, назначая 2 суточных дозы галлоперидола, максимальных имеется в виду, 3 максимальных суточных дозы галлоперидола. Там, в общем-то, не стояли за этим делом. Вы знаете, были тяжелые осложнения, но никто не умер. Это я могу гарантировать, в то время, когда я там работал, смертельных случаев не было. Так что крепкие у нас, как говорится, люди. Но вот в данной конкретной ситуации, когда аторакс назначен с селективным гибитором обратного захвата серотонина, это может выйти боком, потому что селективный гибитор обратного захвата серотонина тоже могут удлинять интервал КУТЭ. В частности, если мы заглянем в американскую инструкцию гидроксизина, чего, конечно же, делать аторакса, чего, конечно же, наши люди делать не будут, это понятно. Есть там такой в Соединенных Штатах препарат Вистарел. Обязательно мне напишут в комментах, что я сволочь такой, занимаюсь пропагандированием американских инструкций. Так вот, там говорится, что рекомендуется осторожность при совместном назначении с флуоксетином. Ну и теперь возвращаемся опять к этому самому письму. Анонимно, женщина, 43 лет. Итак, она принимает у нас 40 мг флуоксетина, так, между прочим, и 25 мг аторакса. Уже опасно. Но опасность даже она и не в этом состоит. Она постоянно принимает конкор. Видимо, эта женщина страдает артериальной гипертензией. Может быть, у нее какие-то нарушения ритма сердца уже есть. Может быть, у нее тоже какая-то есть патология сердца, которую никто не учитывает. Но хотя бы учитывайте то, что больной написал, что принимает конкор, бета-блокатор. Еще кто-то скажет, да ладно, какое-то вообще имеет значение. Зачем нам принимать во внимание? Каждый назначает свое. Психиатр свое, терапевт, кардиолог свое. В результате она у нас с вами получает 40 мг флуоксетин, 25 мг аторакса, плюс неизвестная доза конкора. Она ведь не пишет, какая доза. А этот препарат обладает такими же электрофизиологическими эффектами, как и другие бета-адреноблокаторы. Урежает ЧСС, то есть вызывает бродикардию. И обратите внимание, способствует тому, что и нарушается у человека проведение, может возникнуть и удлинение интервала КУТ-3. То есть на самом деле это все тоже еще один препарат, который может удлинить интервал КУТ-3. Три препарата, которые удлиняют интервал КУТ-3. Почему опасно бродикардия? Обещал ведь рассказать. Вот он, самый интервал КУТ-3, тоже обещал рассказать. От начала зубца КУ до окончания зубца Т. Ну, измеряется он, видите, как специально есть линейка. Померили продолжительность этого интервала КУТ-3. Беда в чем состоит? Чем больше у человека выражено бродикардия, чем меньше число сердечных сокращений, чем длиннее этот самый интервал КУТ-3. Вдруг вот мы даем, видите, два препарата, которые просто удлиняют интервал КУТ-3, и один, который удлиняет интервал КУТ-3, да еще и вызывает бродикардию. Ну, я считаю, что этот человек, эта анонимная женщина, ну, она, в общем, идет в очень нехорошем направлении, в сторону внезапной смерти. Конечно, многие врачи скажут, плевать мы на это хотели. Пусть в пределах нормы, значит, видите, пациент говорит, врач, вы держите протез, возьмите другую руку. То есть, это на самом деле никого не интересует. Помните, этого невролога, который ответил, вообще взаимодействует, но, в общем, ничего страшного. При этом даже не поинтересовался, а какой у пациентки пульс. Хотя бы он это бы спросил. Нет, это никого не интересует абсолютно. Ну, а для тех, кто, собственно говоря, чем-то еще интересуется, я вам просто советую. Вот когда вы назначаете аторакс, вы подумаете, а оно вам это надо, вот это все, что я вам рассказал? С чем вы будете назначать аторакс? Принимает ли пациент какие-то еще препараты, которые удлиняют интервал КУТ или вызывают брадикардию? В общем, для чего это вам все рассказываем? Я вам все рассказываю для того, чтобы вы поняли. Вот представьте себе, что нам написали, вот эта женщина нам написала в чате. Вот я это принимаю, что мне делать? Вот что я ей могу в чате объяснить? Я ей могу просто сказать, что вы идете к смерти, она может обидеться. Она может сказать, что я неграмотный, что я какой-то не такой, что я грубый. И Боба на самом деле будет действительно права. А ведь я-то прав. Но для того, чтобы объяснить, что эта женщина идет к смерти, для этого надо рассказать, снять вот этот ролик. Поэтому, пожалуйста, давайте я сейчас обращаюсь ко всем врачам. Если вы беретесь в чате кого-то консультировать, вообще лучше этого делать не надо. Отказывайтесь от консультации в чатах. Не нужно этого делать. Не нужно брать грех на душу. Но если вы хотя бы беретесь за консультацией, то вы потратите, пожалуйста, время. Тогда уж проведите клинический разбор этого случая. Расспросите женщину подробно, какой у нее ЭКГ, какой у нее интервал КУТЭ. Увеличился ли у нее интервал КУТЭ. Сделала ли она повторное ЭКГ. Надо тогда таким образом делать. Конечно же, реально у нас на блоге это невозможно. Поэтому еще раз говорю, мы отказываемся от того, чтобы консультировать больных в чате. Не обижайтесь, пожалуйста, на нас. Более того, я вас очень прошу, подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы вот эти вот данные о том, как людей убивают в чатах, они были доступны для многих. Это очень важно, потому что многие люди обращаются в чаты и думают, что им могут помочь. Даже знающие люди, поверьте мне, такие, как я, не могут помочь в чате, потому что надо учитывать множество различных нюансов. Надо спасать человеческие жизни, поэтому, пожалуйста, комменты. Ставьте нам лайки. Нам важно, чтобы эти знания были доступны для всего населения нашей страны и, может быть, даже и за границей. Становитесь спонсором нашего канала. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!